Это кухня минимум плюс. Затрат для приготовления будет минимум, а удовольствие и максимум. Здравствуйте, меня зовут Наталья и сегодня я поделюсь с вами своими секретами пышных оладий. Вообще для приготовления оладий нам необходим кефир или простокваша или кислое молоко, мука, соль, сахар, яйцо, сода. Более подробный рецепт читайте, как всегда, в описании под видео. Первый секрет это кефир должен быть старым, он должен быть очень кислым. Второй секрет, его нужно чуть-чуть подогреть. Вот два секрета. Отправляю в кефир яйцо, сахар, щепотку соли обязательно для усиления вкуса. Хорошо все перемешиваю вилкой, ложкой, венчиком. Нужно хорошо-хорошо перемешать. И добавляю половину муки. Добавила. Тоже хорошо перемешала. Мука соединяется с кефиром. И уже на этом этапе у меня третий секрет, самый, наверное, основной. Я добавляю соду, пол чайной ложки. Хорошо перемешала. Кефир кислый, теплый, он начинает гасить соду. Тесто, а я напоминаю, сегодня я делюсь секретами пышных оладий. В тесто я добавила соду. Тесто стало пузыриться, становится пышным. Вот пузырики лопаются. Гасится сода. Вот смотрите, какое отличное тесто. Добавляю вторую половину муки. Хорошо перемешиваю. И вот какое тесто должно получиться. Вот, видите. Вот я отправляю вниз его и держит форму. В сковороду я наливаю растительное масло. Еще один из секретов. Очень хорошо жарятся оладьи на чугунной сковороде. Ну, на обычной сковороде тоже неплохо. Вот оладьи буду жарить с двух сторон до золотистого цвета. Они сразу поднимаются. Масла должно быть немало. Ну и немного плавать в масле они не должны. Вот они пожарились с двух сторон по 2-3 минуты. На бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. С этого количества у меня получилось 14 оладий. Оладьи пышные, мягкие, вкусные. Вот какое вот тесто получилось пышным. Сейчас буду пробовать. А со сметаной... Это такая вкуснотища. Приятного всем аппетита! Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. А я не говорю вам до свидания. Я говорю до скорых встреч. С вами была Наталья. Всем пока-пока!